А вот вам, друзья, моя офигенная новость. Что такое Letyshops, знают абсолютно все. Это крупнейший, старейший кэшбэк-сервис, который знаком всем. Через него вы получаете кэшбэк в сотнях, просто тысячах разных мест. Причем кэшбэк очень-очень нормальный. Все прекрасно работает годами. В том, что Letyshops крут и в том, что он не кидает, убедились уже сотни тысяч человек. Так вот, дорогие подписчики, мы с нашими друзьями из Letyshops разыгрываем iPhone X. Он же X, он же H на 64 гигабайта. Условия розыгрыша элементарны. Все очень просто. Проходим по ссылочке в описании, регаемся в Letyshops. Если аккаунт уже есть, регаться не надо. И делаем там бесплатную, бесплатную тестовую покупку. А потом берем свой айдишник из Letyshops и вставляем специальную анкету. Ссылочка на анкету находится в описании. Собственно, по этой анкете мы и будем выбирать победителя. Ну и второе, нужно там указать ссылочку на себя в YouTube, что вы подписаны на наш канал Муха не сидела. Мы это обязательно будем проверять. Так или иначе, если что-то не поняли, в описании все подробно изложено. 20 числа мы прямо на стриме, прямо на этом канале, на канале Муха не сидела, разыграем iPhone X. Ссылочка на анкету. На ёбтики, блядь! На ёбтики! Здорово, народ! С вами снова, как всегда, Серёга. И сладный друг. Серёга купил себе чудесный, прекрасный iPhone X. Он вот по форм-фактору, он просто божественный. Мне нравится его размер, мне нравится его экран. Он лучше, чем у 7+. У него просто потрясающие, реально выдающиеся камеры. Он просто шикарен. Единственный вопрос, брать ли мне себе iPhone X заключается вот в чём. Да, он стоит до хрена. Но гораздо более важный вопрос, это нормально ли там срабатывает Face ID. Почему? Потому что у меня в телефоне всё. У меня там все счета, у меня привязаны куча аккаунтов. Слушай, ну в принципе у любого человека. У любого человека, да, но у меня там бывает на Сбере просто вся зарплата там твоя и Маши за следующие полгода и всё, короче, в телефоне. Я не могу потерять незапароленный телефон, я не могу себе этого позволить. А, собственно, ходить с телефоном, который медленно или плохо разблокируется каждый день, вот так вот пытаясь, не работает что-то, тоже не вариант. Поэтому сейчас мы будем тестировать Face ID. Этот Face ID уже, вы скажете, ну он из коробки должен настраиваться. Короче, он из коробки настроен и уже 2 дня, полтора дня он привыкает к твоему лицу. То есть он... Машинное обучение, все дела типа того. Да, он уже разблокировался сотни раз твоим лицом. Да, слушай, по первые 2 дня я, знаешь, типа каждый раз такой, типа, блин, просто тестил. Эта штука уже приучена к его лицу, то есть мы вам показываем, как через день, через 2 пользования оно будет срабатывать. Погнали. Итак, друзья, быстренький тест номер 1. У меня седьмой кнопочный iPhone с кнопкой. У него iPhone X. Мы на счет 3 будем блокировать и разблокировать свои телефоны. И кто быстрее сделает это 10 раз. 3, 2, 1. Так. Раз, успех. Два, успех. Три, успех. Четыре, успех. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сейчас у меня вот 9 идет, и у меня идет 10. Короче, кнопка все-таки срабатывает быстрее и безотказнее. Ну, не безотказнее, но быстрее, реально быстрее. Как раз она работает от казни, любой мокрый палец, грязный палец. Да, но если чистый палец, то она все-таки шустрее разблокирует. Да, 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 это заметно. То есть Face ID он подлагивает на пол секунды. Ты не забывай этому телефону один день со дня продажи. Ты думаешь, что он обучится сильнее? Я надеюсь. Ладно. Ладно, давайте посмотрим. Следующий тест называется Серега Свинота. Если ты пошел в ресторан и... Вот, предположим. Вот так. Вот так. Отлично. Секси. Да, чувак, да. Это срабатывает? Да. То есть даже если ты Свинота, оно срабатывает? Даже если Свинота и корщу розыно срабатывает. Но ты прям неаккуратно как-то. Я думал, что ты как-то... Ну, блядь. Я могу тебе глаза помазать еще. Не надо, чувак. Ладно, это работает. Это работает. Ну что, народ, следующий тест. Узнает ли чудесный айфон? Он, конечно, говорят, переузнает тебя, как только ты что-то делаешь. Если мы наденем на Серегу не только шапку, шарф, но еще и очки. То есть по факту, я думаю, что не узнает. Преображение, слушай. Я делаю ставку, что не узнает. Ни хрена. Вот так. Вот так. Ну, я выгляжу стильно, особенно в твоей шапке. Но! Да, чувак, да! Он узнал меня. Погодь, заблокируй. А если мы тебя вот так... Давай. Давай. Ага. Погоди, погоди, сейчас. Заблочь. Нет. Нет, по одному носу он... А теперь, смотри, распаковываем твой рот и... Да. Вот так. А теперь, а теперь, а теперь смотри. Смотри, теперь давай мы тебя замотаем. Он тебя не узнает. Разблочь. Давай. Он тебя не узнает. Не узнал. Разблокируй его. Отлично. Теперь забл... Он тебя типа должен узнать. И теперь еще раз попробуй. Нет. Нет. Короче, если вы зимой в шарф... Пробуем еще раз. Теперь мы добавляем глаза твои. Добавляем глаза. Нет. Снимаем. Давай, погоди, сейчас попробую разблокировать. Узнает ли он тебя заново. Разблокируем с открытыми глазами. Блокируем. И... Нет. Нет. Короче, рот очень важен. Да. Хорошо. Предположим, давай вообще... Давай вообще только рот. Вот, сейчас он тебя узнает. Да. Отлично. Заблочь. Заматывай. Блокируй. Вот. Да спусти ты, не попусти голову. Вот так, давай. Ага. И... Хрен. Нет. Короче, друзья мои, для разблокировки рот очень важен. Если у вас нет рта, это плохо. Это вообще по-фейс не плохо, да? Ну, такое. Друзья мои, ночной тест. Ну, на самом деле, по-моему, Face ID абсолютно все равно на темноту. Ну, не по свету. Но, тем не менее. Да. Он разблокирует совершенно неспокойно. Я вчера тест в туалете вообще темным-темным проводил. Короче, разблочивается. Все классно. Да. Ну, сейчас тупил, потому что я гримасы корчил. О, следующий тест. Гримасы. Окей. Короче, как вы поняли, на темноту абсолютно пофиг. То есть, это не та система, которая... Помнишь, что Samsung была, которая фоткой можно обмануть? Нет, нифига. Это страшная хрень, да, и все проецируется на лицо. Все проецируется в темноте, не в темноте, ему наплевать. Следующее, если, например... Ну, мы назовем этот тест гримасы, но по факту, например, если тебе сильно разбили лицо, и у тебя там на боксе опухло лицо и немножко нос на боку, узнает тебя Face ID или придется все-таки вводить код? Погнали. Нет. Узнал. Не-а. Надуй щеки. Щеки, говоришь, надуть? Типа, ну, если тебе серьезно разобьют лицо на боксе, то телефон можно выкидывать, ну, либо снимать с него Face ID. Ну, а если ты просто будешь улыбаться, конечно, сильно? Да. Ну, то есть ты можешь улыбаться, там, делать все, что угодно, но если ты сильно изменил форму своего лица, там, реально корчишь рожи, то нет, не покатит. Улыбаться можно? Да, улыбаться можно. А можно ли, а можно ли угрюмого кота сделать? Угрюмого кота. Да какой? Не-а, нельзя. Нельзя. Хмуриться нельзя, улыбаться можно, философия Apple. Итак, следующий тест. Я жена Сережи, и он спит, да, он спит, и я пытаюсь залезть в его телефон и посмотреть, какие у него номера проституток там. Я вот так вот, вот так вот, вот так подношу, не, не то, не то. Так, и нет, 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 с закрытыми глазами оно не работает вообще никак. Но, у нас есть еще один пункт в меню, сейчас я вам покажу его, называется он требовать внимания для Face ID. Если у вас эта галочка включена, то Face ID будет срабатывать только если вы реально смотрите прямо в камеру. Теперь пробуй. Пробую теперь. Так. Разблочился. Вот и все, ну все, что надо было доказать. Разблочился реально. Ну то есть эта штука должна быть включена всегда, иначе вас могут вырубить, а потом все. Ну, собственно, да. Тут минус один iPhone. Если кто не понял, есть такая галочка, которая называется требовать внимания для Face ID. Если эта галочка отключена, закрыт, то есть Face, то есть требовать внимания не надо, то на спящем человеке все прекрасно разблокируется. Другое дело, что если она выключена, то она разблокируется как-то, ну быстрее чуть-чуть, то есть на полсекунды быстрее. Ну потому что ему не нужно смотреть, где ваши глаза, что там. Да, но с другой стороны, если она у тебя отключена, тебе можно дать по щам, поднести к тебе телефон, и будет большой успех. Ну да. Так, мы сбросили Face ID, давайте попробуем зарегистрировать PANI. PANI, давай, давай. Можно ли зарегистрировать игрушку или какой-нибудь предмет в плане... Face ID? Нет, ну вот так вот, смотри. Неа. Друзья мои, зарегать куклу или животное вместо своего лица... А, все, без проблем, все, пошла настройка, без вопросов. Короче, зарегать PANI вместо себя, чтобы разблокировать свой телефон, к сожалению, не получится. Это печально. В целом, какой вердикт по Face ID? Ну, к тебе вопрос, потому что ты пользуешься телефоном. Ты доволен? Доволен на 80%, хотелось бы быстрее. Ну то есть ты считаешь, что в версии, вот когда XS будет, XS... Я надеюсь, что они, во-первых, программно допилят, потому что это все-таки 11.1, это только начинается 11.8. То есть выйдет апдейт какой-нибудь? Ну да, как изначально было, короче, с портретным режимом, он вообще плохо фоткал, а потом вышел апдейт. Ну, апдейты постепенно делались, и он начал фоткать, ну ничего так. Удобнее ли это, чем кнопка? Намного. Серьезно удобнее? Намного, да. Мне не нужно теперь очищать пальцы, следить за тем, мокрые они. Я вчера ванну принимал, короче, думал, знаешь, типа, беру телефон и сразу тянусь как полотенце, чтобы протереть палец. Я понимаю, нахрена мне это? У меня лицо-то есть? Ну, всегда оно, оно всегда, и пофиг лицо там грязное, чистое, мокрое, в шапке ты или нет. Ну, единственное, шарф нельзя одевать, это минус. Да, шарф, вот эта вот, вот эта вот линия, короче, подбородок, рот, она очень важна. И даже если, ну, на нашем тесте, я просто видел, что он обучился, что у тебя шарф, и разблочился. Но, вот эта тема с Эппом, что там, знаешь, чувак весь с бородой, там вот такой весь, не, ни хера, ни хера, ни хера, короче. Ну, смотри, ты... Может, оно обучится через полгода. Короче, прикол в том, что ребята с какого-то канала, не помню уже я на ютубе, тестили импровизированную накладную бороду, у них не получилось. Но, может быть, если будет борода твоя, то есть, если ты сейчас... Нет, если она постепенно будет расти, и он постепенно будет ее запоминать, запоминать, запоминать. Возможно, ну, блин, это дебилизм, знаешь, типа такой, у тебя бороды нет, и на следующий раз ты пытаешься разблочить, а борода есть. Да, если вы, если вы сноубордист, то, короче, вам придется вот так шарф и чутка, как бы, очки снять, тогда да, шапку пофиг, по-моему, на шапку ему пофиг. Чувак, ну так-то... У него глаза, нос, рот, по-моему, вот так. Сноубордисты и так не смогут, ни в перчатке, ну, как они не будут все это дело делать? Ну, прикол в том, что даже я вот, я шарф постоянно надеваю, потому что холодно будет, как говорил мудрец Кадавер, холодно, холодно очень сильно, и шарфом, получается, что я не смогу разблокировать. Но, хотя, с другой стороны, это примерно такая же проблема, как разблокируешь перчатки на морозе. Да, ты там и на кнопку не нажмешь, и шарф придется снимать, то есть, здесь комфорт примерно один и тот же. Важная кнопочка, это достаточно, которая требует внимания, она меняет ситуацию. Во-первых, если вы сняли эту кнопочку, то разблокируется быстрее, реально быстрее разблокируется. Но, опять же, на спящем человеке и вообще случайно, знаешь, там твой телефон может разблокироваться просто так. С другой стороны, по-моему, уровень безопасности и так настолько высокий, что, ну... Да, нафиг надо, да, я только что думаю. По большому счету, лучше быстрее разблокировать. Ну, а если, извиняюсь, тебя кто-то там вырубил и пытается тебе там, ну, такое... Ну, вот у тебя и так, в любом случае, если нужно будет, заставят, блядь, ну, серьезно. Да, такие дела. С вами был Серега. И славный дружок. Face ID, я говорю ему да, потому что я думал, что обсоснее будет, обсоснее. Ну, погоди, как ты думаешь, ты вот себе купишь такой телефон? Вот, хочешь ли ты вот сменить свою семерку на десятку? Есть ли желание? Прям, знаешь, типа, вот, ну, не горит, но что прям нового я хотел бы. Ну, да, есть. Ну, сейчас немножко не по карману из-за всякого, но в целом телефон божественный. То есть, он очень крут. Ну, то есть, ты... Нет, нет, я не... В будущем, скорее всего, я на него перейду. Я не могу сказать, что я айфоном десятым шокирован, но... То есть, они сделали, что обещали, и он клевый. Знаешь, что, я вот у меня такая тема, я только вот на этом айфоне заметил, у меня происходит выгорание. Если раньше, когда я покупал 7+, я в нем, там, знаешь, типа, каждую секунду, а теперь я понимаю, что это просто неплохой телефон, и... Ну, он... Ну, нет такого, знаешь, вау. Ну, чувак, мы просто старые стали, на самом деле. Он клевый, он клевый. Я не хочу стариться. Да, ну, тут такое, чем старше ты становишься, это, знаешь, как видно, как, когда Вилсаком, респект Вилсакому, мы уважаем Вилсакома, он нормальный, валят, крутой чувак. Но уже видно, знаешь, он распакает, ну, вау, чуваки, ооо, ммм, и видно, что чел такой, ну, да, он... Я уже увидел тысячу таких айфонов, тысячу. Да-да-да, у него их там 50 валяется, он такой, ну, вот эта рамочка прямо супер клевая. Ну, он прикольный, но, скорее всего, он также будет биться, также царапаться. Да, исчезла кнопка, они в тренде, они стараются поспевать за реалиями, вот что я могу сказать. Опять же, если вам на телефон пофиг, менять особо 7 плюс на X... Не, 7 плюс на X могут позволить себе менять, только такие дети вроде меня. Ну, серьезно, это вот эта детская тема. Какой вообще человек будет менять совершенно рабочий 7 плюс, он вообще ни капли не устает. Он отлично фоткает, портретный режим есть, размытие, вся фигня. Я его прям приобрел больше для канала, но чтобы контент у нас был, подписчики, популярность, деньги, бабки, бабки, не проблема. Да-да-да, кстати, мы такой телефон, мы с литишопсом разыгрываем. Все подробности в описании, не забывайте, потому что 20-го числа будет стрим, и прямо мы вот из этой таблички выберем. Вы должны быть подписаны на наш канал, и зарегаться в литишопсе, и сделать тестовый заказ бесплатный. Ага, и если я потратил на этот телефон 80 тысяч рублей, то вы можете получить его совершенно бесплатно. Это клево. Это клево, огромное спасибо литишопсу, все подробности в описании. Я всегда пытаюсь после финала сделать еще какой-нибудь финал, типа... Финал, финал, предконечный финал. Но Face ID пашет. Face ID пашет, и если есть какие-то проблемы, то они примерно такие же, как и на кнопке. Знаешь, тут у тебя шарф, ой, оно не разблокируется. Точно так же шарф, у тебя перчатки, у тебя и кнопка не разблокируется. Ну вот, смотри, я буквально за секунду... Ну то есть, тут различие между Face ID и Touch ID буквально в каких-то миллисекундах. Ну, я имею в виду, что если у тебя не включен спектр внимания, вот этот вот... Но несмотря на это, апдейта ждем, чтобы было вообще все супер гладко. Но с другой стороны, знаешь, когда у всех остальных появится вот так, у Apple будет уже круче. И все будут догонять. Знаешь, что писали в комментах у меня в Инстаграме? Ссылочка, кстати, на Инстаграм в описании. Там какие-то вообще реально люди недалекие говорят, что, типа, у Galaxy S8 есть такая функция, типа, и она нормально работает. Что-то у Nexus там что-то работает, у Nexus и портретная камера лучше работает, чем у iPhone. А почему я этого не вижу? Почему? Мы тестили Galaxy S8, да ничего там не работает. Ничего. Видимо, у них работает, а у нас нет. Ну, я не понимаю, почему. Так, я серьезно, я хотел бы, чтобы на Galaxy S8... Я же не специально стараюсь засрать Galaxy S8, но просто не работает. Оно просто не работает. И так мы приобрели 10 тысяч дизлайков от андроида филов, короче. Не, мы любим андроид. Просто нам... Андроид? Нам надо все больше. Кстати, андроид начал возрождаться на пикселе. Да, пиксель. Если не дизайн его, то... Ну, дизайн шваховый, шваховый. Как бы ни пытались нахваливать, типа, он такой шершавенький, хурумопол. Давай, короче, оставим это для какого-нибудь другого ролика. Другой ролик. Но вообще пиксель, 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 пиксель классный. С вами был Серега. Без сладной дружи. Ставьте пальцы вверх, огромное спасибо. FaceEdie клевая тема. Тима. Тема. Клевая тема. А все работает, но ждем апдейтов, чтобы работало еще быстрее. Не носите шарф. Не, не носите шарф, заболеете. Ёкола, мы на кипец. Я не про это, да. Субтитры сделал DimaTorzok